всем привет это я аленчик добро пожаловать на мой канал и когда-то я выпустила в 2018 году видео что я сделала и пошила из остатков штор я делала очень много интересных предметов какие-то были интересные решения начиная от ковриков заканчивая домиком для кота очень рекомендую это видео ссылочка будет в описании сейчас я не собираю остатки от штор но они у меня все равно в доме есть угадайте где в подушках общем я хочу вам сказать так я вам покажу все мои шторы которые шила когда-то из остатков мне искать эти фотографии было очень приятно потому что это исторические моменты моей жизни то есть в основном я шила шторы для съемных квартир в которых я жила а поменяла их уже шесть штук хочу сразу сказать всем комментаторам и людям которые будут мне писать что я краду остатки штор или что-то в этом роде люди не всегда забирают остатки более того они не нужны чаще всего люди не умеют шить и они не знают куда приспособить эти кусочки поэтому у меня собирались большие мешки этого всего барахла и из них я потом делала штором в общем я расставила все точки на дье и показываем самую сложную работу которая шила из остатков это я шила для комнаты в которой я провела всю сознательную жизнь свою и студенчество здесь начали делать ремонт и я решила заменить обычный тюль такой простой сетчатый на вот такой фэнтезийный вариант не до японских штор в общем из того что было собрала представляете сколько здесь работы надо было все остатки вывести чтобы они были одного размера потом получается в каждой грубо говоря портье у меня по четыре полоски белой ткани и я ее совмещала с такой красной кирпичной тканью и еще у меня были остатки узорчатой ткани в тон еще посмотрите полностью по контуру сделала отделку в виде планки в общем это моя любимая штора из остатков и дальше мы сейчас будем голопом по европе скакать буду стараться успевать что-нибудь комментировать временами будут попадаться фотографии которые не пошиты из остатков то есть специально так пошиты но вы можете взять себе их на заметку вот эти идеи то есть я буду уточнять это из остатков это не застатков хорошо итак вот эта штора у нас висела на второй съемной квартире в зале тоже из остатков по той же схеме по тому же принципу пошита причем это было пошита раньше чем-то которую он сейчас показывал это у моей мамы дома тоже кусочки тканей видите как я их сшила очень интересно то есть и балкон не закрыла и проход не закрыла это у моих клиентов когда-то я пошила но вы можете взять за основу и будет таких примеров много это тоже у моих клиентов из кусочков пошита а вот мы шили получается штору то есть вы видите две боковинки и серединка и мы из полосочек пошили римскую просто нам нужно было выдержать направление нити если бы у ткани не было конкретной структуры то мы делали бы римскую из остатков сто процентов а так даже видно на фотографии что полосочки идут параллельно спицам а вот смотрите можно и покрывала тоже пошить из остатков таким образом как и сейчас показываю на экране хотя это не из остатков а сейчас вернемся в квартиру где мы все выросли и я у брата в комнате во время ремонта повесила вот такие японские экраны по-моему тоже неплохо смотрится и это не из остатков это просто порезанная ткань это тоже вот экраны и сделанные у клиентов и следующая штора на маленькое маленькое окошко тоже могла бы быть из кусочков пошитая вышло очень миленько и здесь сшиты два куска ткани то есть идет коралловый цвет с абрикосовым но они близки к друг другу и еще немного вам покажу того что я шила у клиентов что можно было бы шить из кусков и потом я вам покажу все свои остальные извращения которые шила когда-либо то есть они реально пошиты из остатков которые собирала в мешки ну что наступил звездный час и сейчас вам покажу что я шила из остатков на первом своем рабочем месте в ателье там была куча окошек я в общем шарилась так сказать по всем углам собирала кусочки собирала какую-то композицию и украшала все мелкие окошки которые у нас были там на первом этаже и на втором прошлом видео что я сшила из остатков я как-то рассказывала что на первой квартире я сшила австрийскую штору из кусочков и вы говорили как же это выглядит а вот так то есть шьются вертикально полоски и все срезы прячутся под узкую шторную тесьму а внизу уже можете украшать как хотите или по верху вот так она выглядит конечном итоге но у меня дома остатки были намного шире где-то по 60 сантиметров поэтому она смотрелась намного богаче более воздушнее и как-то пышнее в общем многие шторы служили украшением на окна а многие шторы работали у меня как элементы демонстрации для клиентов потому что ателье было вообще в этом плане не развито у них даже не было каталогов и вот так выглядело мое рабочее место буквально недавно я выпустила видео псевдо ламбрикены и я забыла показать именно на этой фотографии один нюанс видите вот эту сосиску висящую по верху это знаете как я сделала я соединила два цвета ткани ведь этом композицию принципе дело такую оранжевую с молочным и значит на чем она держится я взяла обычный крючок от польского карниза и подцепила люверс и через люверс я протащила всю эту колбаску сейчас наверно ваши глаза кровоточат от ламбрикенов но это часть моей истории и все пошито из остатков я придерживаюсь темы нашего видео то есть как я уже и говорила часть вот этих элементов были как образцы для моих клиентов пускайте фотографии побудут в этом видео я думаю что они все равно вас наведут на какие-то мысли идеи и дальше вам сейчас покажу как я делала балкон у себя на второй квартире тоже из остатков из кусочков и сейчас вы увидите я пошила римскую штору но она на самом деле не римская на не имеет механизма хотя сейчас я наверное бы сделала его легко учитывая уже свой опыт и это у меня кухня как я уже и показывал и когда ты рассказывала они у меня был вот этот белый сетчатый тюль а голубой кусок сетки мне подарил продавец на новоселье когда мы въехали в эту квартиру тем более рассказывала что у меня вся кухня в морском стиле и сначала это был первый вариант оформления потом я переиграла через пару месяцев и сделал другой вариант то есть я сделал такой двойной перекид над форточка и такой якорь с левой стороны а вот и делала панно в той же стилистике что и основные шторы те красные не знаю этот зеленый цвет обувь мне тогда убивал а это в первой в первой самой квартире еще у нас там были струны но все равно я хотела японские экраны я их повесила более того мне осталась ткань и я сделал из нее подушку а сейчас кстати исторический момент я сейчас вам покажу кухню вот где я повесила такие шторы тоже из остатка и вы сейчас не поверите это видео передает вам привет с 2004 года и эта кухня в которой мы жили в самой первой квартире после того как поженились я даже не буду трогать этот отрывок я даже не знала что он у меня где-то лежит то есть я когда перебирала сейчас фотографии случайным образом нашла это видео и я даже не буду его трогать вот как она есть снятая на телефон и не помню это что-то после nokia 3310 и смотрите как мы там все красиво оформили все в оранжево-синих тонах божечки кошечки в общем девчата и ребята на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь желаю вам всего самого-самого доброго надеюсь вы подписаны на этот канал и на второе которое называется аленки на самоделки life ссылка будет в описании как всегда я очень надеюсь что вы влепили мне лайк за старание нажали на колокольчик в общем с вами была я ленчик до новых встреч и пока